Возрождение предприятий в Ярославской области из небытия. Возвращаются такие предприятия, как НПЗ имени Менделеева и Рыбинский завод Раскат. Именно об этом векторе мы поговорим сегодня с гостем студии, с заместителем председателя правительства Ярославской области Максимом Авдеевым. Максим Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начнем с НПЗ имени Менделеева. Совсем недавно предприятие было на грани банкротства. Сейчас мы говорим не только об открытии, но и, возможно, и о расширении производства. Как такое стало возможным? Во-первых, одной из основных задач, которую поставил Дмитрий Юрьевич Миронов перед инвестиционным блоком правительства, это задача сохранения и возрождения предприятия, оказавшегося в сложной экономической ситуации. Этот вектор не случайен. Понятное дело, что любой, например, новый инвестиционный проект в любом случае для своего запуска требует какое-то время. Это инвестиционная фаза, это всегда год, полтора. А это уже существующие предприятия. Предприятия, на которых велась производственная деятельность. Предприятия, на которых есть люди, которые оказались на грани увольнения и перед вопросом, как быть дальше, где работать, где получать зарплату. И поэтому это вопрос, ну что называется, такой и экономический, и социальный. Поэтому ему уделялось особое внимание. И в частности, например, завод имени Менделеева, например, по состоянию на август 2015 года уже полностью прекратил работу. Долги по зарплате превышали 30 миллионов рублей. Собственно говоря, предприятие было остановлено и находилось в целом ворохе проблем. Но вот по решению временно исполняющего губернатора Дмитрия Юрьевича Миронова, в каждодневном режиме велась работа по этому предприятию. Что называется, каждая проблема пошагово разрешалась. Согласовывались масса различных интересов, которые всегда. То есть здесь же и требования со стороны налоговых органов, и претензии со стороны Ростехнадзора. И все это вместе с поиском инвестора приходилось решать. С тем, чтобы предприятие все-таки было запущено. И вот буквально на питерском форуме в июне этого года между Московским кредитным банком и правительством области было подписано соглашение, которое предусматривает в себе два элемента. Первое – это инвестиции в запуск производства, порядка полутора миллиардов рублей. И вторая часть инвестиций – порядка трех миллиардов рублей в развитие производства. И на сегодняшний момент предприятие уже работает в плановом режиме. Немного вернемся в прошлое. Почему же предприятия довели до такого состояния банкротства? Какие были причины? Ну, я бы сказал так. Как всегда, это сочетание многих факторов. Это и неоднозначная политика руководителей, действующих на тот момент. Это и определенные условия сложившиеся. Это и некий конфликт интересов, который был. Но все эти обстоятельства в конечном итоге сказались не на руководителях, а на конкретных людях, которые стояли практически на грани увольнения. Была введена сокращенная неделя, большинство людей были отправлены в вынужденный отпуск. А это, между прочим, почти 400 человек. Поэтому на сегодняшний момент могу сказать, что все 400 и предыдущие люди восстановлены. И сегодня увеличен набор. То есть на сегодняшний момент постоянно действующий штат предприятия составляет 411 человек. На сегодняшний момент нормальная, обычная производственная, хозяйственная деятельность ведется. Зарплаты выплачиваются. И долги погашены. И долги погашены. В настоящий момент есть еще ситуация. По-прежнему является, с точки зрения всех долгов предприятия, является окончательно неразрешенной. Мы следим за этим, работаем с этим в каждодневном режиме. Но ключевая задача трудоустройства людей, ключевая задача запуска предприятия на сегодняшний момент решена. При этом для нас это важно еще, в том числе, говоря о заводе Менделеева, и с экологической точки зрения. Поскольку мы понимаем специфику наличия там кислогудронных прудов с высокой риском для экологии. И поэтому наличие действующего предприятия, наличие постоянных расходов на поддержание уровня воды в этих прудах, ну, недопущение критического подъема. Все это дополнительный фактор, который вынуждает нас и уделять внимание, и требует того, чтобы предприятие находилось в рабочем состоянии. А мы можем говорить о расширении производства, или это пока рано, это долгосрочная перспектива? На последней встрече, вот когда происходил официальный запуск завода, переговоры с акционерами предприятия зафиксировали следующие договоренности. В течение двух, максимум трех месяцев будет подготовлена программа развития завода, как раз в рамках вот тех трех дополнительных миллиардов. То есть они будут расписаны, что называется, по действиям и по срокам. Не все из них, конечно, запустятся одновременно, но часть каких-то мероприятий мы планируем уже, что начнутся уже в этом году, ну и перейдут в активную фазу в следующем. То есть это действительно вопрос обязательного расширения производства. Еще одно предприятие испытывало трудности, это Рыбинский завод Раскат. И благодаря подписанному соглашению главы региона Дмитрия Миронова с корпорацией Ростех ожидается также возобновление производства. Кстати, в прошлом именно это предприятие импортировало свою продукцию в 42 страны мира, если я не ошибаюсь. Как стало возможно возобновление производства? Ну, так случается, что одна маленькая ремарка, что и завод Менделеева, и завод Раскат, это в общем старейшие предприятия экономики не только Ярославской области, но и в целом страны. Завод Менделеев это первый нефтепрерабатывающий завод России. Соответственно, заводу Раскат тоже уже больше 100 лет, как и многим предприятиям здесь. Соответственно, сохранение такого производства является в том числе и в определенной степени имиджевым. Хотя, конечно, это вопрос в первую очередь трудоустройства людей, а там на сегодняшний момент трудится почти 300 человек. Предприятие, вот инвестор согласилась войти в данный проект, согласилась профинансировать деньги под свои ресурсы или под свои гарантии привлечь требующиеся финансовые средства. А это на первом этапе мы говорим о просто восстановлении деятельности предприятия порядка 500 миллионов рублей. И на сегодняшний момент все долги на предприятии погашены, я имею в виду по заработной плате. На сегодняшний момент задолженности нету. В ближайшее время, это я полагаю где-то до середины сентября, все юридические процедуры, связанные с оформлением документации для запуска предприятия, будут завершены. И предприятие пройдет в нормальный плановый режим. При этом и на этом предприятии также существуют не только планы сохранения производства, но и его развития. С инвестором мы говорим о расширении линейки продукции. И уже четко сегодня понятно, что это будут не только катки. Инвестор смотрит в сторону грейдеров, в сторону погрузчиков. Сейчас уже подготовлена соответствующая документация, которая будет внедрена в производство. И за собой это, безусловно, повлечет и увеличение количества людей. Эти планы составляют в среднесрочной перспективе увеличение штата до двух раз. В целом, в сфере промышленности, какие задачи ставит глава региона Дмитрий Миронов перед областным правительством? Безусловно, в текущей экономической ситуации требует особого внимания и поддержки существующей в регионе предприятия. Мы очень активно с ними взаимодействуем, смотрим пути оказания им всевозможной поддержки. Это и поддержка в направлении сбыта, и поддержка входа в различные государственные программы поддержки. С тем, чтобы эти предприятия не только могли увеличивать производство той конкретной продукции, которая у них есть, но и, что называется, строить свои инвестиционные планы. А именно, либо по расширению линейки выпускаемой продукции, либо по входу в новые направления продукции, которая до этого не выпускалась, но которая на сегодняшний момент представляется экономически обоснованной и перспективной. Поэтому это такая живая, плановая работа. Максим Александрович, большое спасибо за интересную беседу. Спасибо. О возрождении предприятий в регионе мы говорили с заместителем председателя правительства Ярославской области Максимом Авдеевым. Это была программа «В тему». Оставайтесь на Первом Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова